Ребята, видно вам или нет? Впереди вон мужик селфи-палку, видите, вытаскивает. У светофора. У светофора. Вот на какую селфи-палку снимать-то надо. А у нас у всех маленькие такие. Мы сверху, снизу смотрим на них. О, вон селфи-палка. Селфи-удочка, я бы так сказала. Зафигеть, она еще выше поднимается. Ты посмотри, что делается-то. Наверное, он на плечи кому-то забирается. Да посмотри. Вот это да. Вот это селфи-палка. Сейчас мимо поедем, может, увидим. Да. Сейчас попробуем. Так, Газель, давай, проезжает. Газель проезжает. Вот, ребята, смотрите. О, вот это селфи-палка. Это я понимаю. Классно, ты чувак поворачиваешь на наш ряд. А че? Возможно, это чувачка, а не чувак. У него восклицательный знак стоит. Я ему даже сигналить не стала. Ну, правильно, восклицательный знак. Я не умею. Или будьте внимательны. Я вот такой. Кто ж его так научил-то в соседний ряд поворачивать? Он сейчас в радио. Наш будет поворачивать. Да, наше в наш не поворачивать. Да и тут это-то и страшно. Чувачка, все правильно. Ничего страшного. Научится малышка. В конце концов. Ну что, доброе утро, страна. Доброе утро, зарубежье. Мы едем в торговый центр Клён. Ну да. Вы все правильно поняли. Хождение по магазинам. Ну, пусть не основное наше занятие, но, по крайней мере, это интересно. Сегодня у нас будет встреча. Ну, короче, походим, посмотрим. Вы сами все увидите. Сегодня Маши с нами нет. Она сегодня проводит время с папой. Причем отказалась сама. Вот. Смотрите. О, Аллочка. Это скидвей? Скидвей? Сигвей. Сигвей. Это типа Сяоми. Сяоми. Сигвей Сяоми. Сяоми, это именно Сигвей. У него ручка. Ага. У коленок. Да. И платформа у него единая. Да, я поняла. А то мне все говорят, что гироскутер – это тот же самый Сигвей, только без ручки. Нет. У гироскутера платформа под каждой ногой своя собственная, а у Сигвей она общая. На Сигвее значительно проще кататься, да? Ну, он устойчивее, чем гироскутер, потому что ноги, ты можешь только обе ноги регулировать. Только вперед-назад, если ты ручку не трогаешь, то ты ей что-то вперед-назад. Чтобы повернуть или как-то нужно ручку? Ой-ой-ой-ой. Где еще, пацан? Оденусь. Нет. Узкий. Узкий или малый? Узкий, узкий и малый. Побольше. Вообще, вообще не влезаю даже. Не-не-не, вообще. Не оно, да? Она тридцатьевая, смотри, такие. Ну, вообще, обалденная. Так, пример к обуви продолжается. Ну, да. Вот эти, кстати, тридцать шестой были. Обалдеть вообще. Удобные? Очень. Это тапочки. Тапочки. Это очень удобные тапочки. У них, к сожалению, нету, да что. Ножка у меня маленькая. Видишь? Угу. Ой, посмотрите. А ножка смотрится аккуратненько. А у меня, в принципе, ножка маленькая. У меня нет ничего бордового. Ну, изумительные, алые. Угу. Прям бери и ходи. Кожаные? Не знаю. Даже не знаю. Ну, изумительные вообще. Тапки. Хороша фирма. Тапочки прямо, все. Слышно, там пальчиком очень удобно. Угу. И смотрится хорошо, да? Лекало хорошее. Ну. И каблук удобнее. Прям хоть бордовую сумку под нее покупай. Ну, в принципе, да. Под них все красоты. Очень нравится. Очень, очень удобные. Интересно, кожаные? Не знаю, сейчас посмотрим. Витачи. Скорее всего, кожаные. Очень, очень удобные. Витачи. Кожа натуральная. Кожа натуральная. Так. Кожа натуральная. Подкладка кожи натуральная. Стелька кожи натуральная. Они полностью натуральные. Изумительные просто. Эти все искусственные. А давай посмотрим, как смотрится. Давай. Мне кажется, должно хорошо смотреться. Не знаю, что посмотреть. Мол, не расстегнула, да? Да. Знаешь, что плохо? Что здесь вопаточек нет. Почему? Примеряю. Ну да. Они невелики. Велики. Все, значит. Вот это 36. Ну, фирма, значит, делает, видишь, не твой размер. Фирма делает не мой размер. А вот эти? Здесь стелька только кожаная. Ну, каблук высокий. Цена 2,890. Нет, каблук высокий. Ты знаешь, что без лапочки, мне настолько это сложно отрезать. Изумительно. Тапочки. Тоже? Это тапочки. Ой, велики. Велики, да? Смотри. Вот они. Тапочки. Пальцы. Ой. Слышишь, Люсь? Да. А смотрится? Смотрится хорошо. Ну, видишь, что. При застегнутой ноге вылезаем. Вот тебе, пожалуйста, одна фирма. Кожа натуральная. Будешь, миленький? Да. Широкий каблук. Держи. А эти лук и каблук не есть хорошо. Ну, эти тоже будут. Ой. Эти малые, малые. Понятно, все. Снимай. Возьмем. Вот эти, эти и от них в восторге. Может, взять их тогда? Три-четыреста пятьдесят. Давай возьмем, просто от них в восторге. Да и все, будешь носить кожу. Чего бы. Ну, а как я в бордовую-то с чем? У меня даже ничего. Семь, купишь себе бордовую какую-нибудь. Ну, пусть постоят, давай подумаем. Хорошо. Мне очень нравится, и стиль мой. Угу. И резиночка, они всегда будут в обтяжку. Угу. 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 Ну, я извиняюсь, что слегка, потому что я считаю, что нужно гигиенично мерить обувь. Да. Они, знаешь, такие на повседневные идут. Угу. И бежевые подо все, да. Угу. Типа одежка. Две восемьсот. Угу. Полностью натуральные. И подкладка, и вверх, и все. Третья длина. А вот эти ли? Не смотрела? Ну, это просто типа кроссовок. У меня, видишь, вот эти есть. Эти и еще такие. Ну, да. Так, теперь мама у меня меряет курточку. Их уже, кстати, нету в наличии. Сейчас будут. Нет. Ага, понятно, надо. Нет, конечно. А так вот. Ты хотела, чтобы так тебе было, да? Нет, я видела не так, конечно. Но это, видимо, моделька, а не моя просто. Совсем. Ну, это чё, чёчкина модель. А, да, кто не знает, у мамы на видео. Я только что мерила такой же, только меньше. И он мне был велик тоже. Тоже. Что значит тоже? Мне тоже велик. У меня тоже невелик. Кулиска. У меня тоже кулисками затянуто. А у тебя. Вкусный склад. Нет? Нет, у меня, конечно, мало. У меня это чувствует, наверное, на размер. А теперь хочешь прикол? Хочу. Это 46-й. Значит, я бы худела. Значит, тебе 48-й подошел бы. Нет, ну там вообще коробки. Я не могу себя так обтягивать, за такое состояние. Ну, все, значит, нет. Сдаем. Вот эта коробка вся сдается. А вот это все берется. Светлышка очень приятная. Так, а вот и наш дом на Минусинской улице, где мы жили. Минусинская, 14. Вот решили въехать во двор. Вот эти окошки с решетками, видите, два? Вот эти вот наши окошки. И вот одно окошко еще сбоку. Вот здесь мы жили. Теперь здесь живет другой человек. Ой, вот наш подъезд. Вот наше кухонное окно. Решетка так и осталась. А вот здесь у нас стояла машина, которую тогда пытались угнать и открыть багажник. Вот так. Вот наш дом. На третьем этаже живут знакомые. А сейчас мы немножечко повернем. Проехав вперед направо, и будет пятиэтажка, где мы жили вместе с Аллочкой и Борисом в коммунальной квартире, где подружились в соседней квартире с тетей Верой. Вот он, Минусинская улица, дом 12. В первом подъезде мы мало кого знали, а вот во втором подъезде жили мы на пятом этаже. Окошки наши выходили на другую сторону, а с правой стороны от подъезда два окошка. Это жили тетя Вера и дядя Коля, которых уже нет давно. Вот наш подъезд. А вот наш двор. Вот это кирпичное болерное так и осталось. Только заборчиков не было. Скамеечка здесь была всегда. Здесь сидела тетя Вера. А Аллочка с Верочкой и Надей играли напротив песочницы. Каруселей, конечно, никаких не было. А это соседний подъезд. И окна с левой стороны, где жили Вера, Надя, Леночка, которая работала на трамвае, и муж ее, Саша. Вот такой двор из окна автомобиля. Вот это пятиэтажка из нового кирпича, из розового. А это пятиэтажка совсем из серого древнего кирпича старого. Окна намного ниже, чем вот в этом доме. Здесь современные окошки. Ну, современные по тем временам. Это ведомственные дома моего института «Теплопроект». Впереди новая школа, в которую в свое время должна была пойти Аллочка. Но не пошла. А пошла совсем в другую художественную школу. А кому мы приехали? Стельки самогонные. За самогонные? Самосогревающие. Спасибо, Вероника. Самогон. А это что? Вот еще такие же. Грелки для ног, правильно? Остался в режиме грелки для ног ему теперь надо? Вот это Аллочкина. Понятно. А Гуша не знает. А мне, знаешь, все для старости. Да, прокладки выпают. Салфетки и стельки. Чтоб не замерзло. Па! Тетя Люба. Не тратить сна прячь. Короче, оплата у меня теперь проходит. Здесь медведь Марузкин, он еще одни салфетки. Спасибо. Вот. Нормально, да? Это что? Это Марузкин. А что ж ты мне это даешь? Да мне надо показывать. Показываю. А это ей натуральная соль для ванны. Они там шипят с цветочками. как чуть-чуть ну что продажная вероника продалась продалась или мы продались сняла рекламу агуши заплатили дула все равно вывели сняла рекламу воды заплатили водой давай вот я в ночь снимала с ума сойти мне под это а это что такое вот это а это вода да это вода не надо еще скажешь что я же не пью обычную воду не для себя я же продалась ради французской воды ногти короткие написали что нет блин теперь надо 5 длинные делать и гриба скажи как называется девушка вот который там из армении откуда софа взломали я и знаю вот и тебе так же надо да пипец резала где твои красные ногти кривом же не нравилось когда я курицу ею жмакова да 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 когда я я еще что-то делал сигару у кого кошмар сделала теперь урага красиво опять кошмар где твои на где на твои сердельки длинных ребят ребят да ребят вот сколько хотите ли я между прочим наклеить хотела как у тебя наклеить вот эти вот ногти очень хорошие есть фирма который хрен отклеишь через вендели так сами вот они у меня так пока ноготь не отрастет показать даже помнишь тогда вот тут я мороженого да вот я хочу наклейте и показать вот честно нет ты слышь модели вот и руки холодные объясни мне не знаю думаю что модели плюс а и снова в моде брат меня весь что рад меня взвесил на 11 килограмм меньше стал он год наверно год батарейку глючит веса мы все встали у всех вес нормальный не спал мы все похудели окажется в семье пришла домой и правда 21 килограмм думаю так мы продалась за воду за кефир на тверскую над этим уже платить сайз да там холм я живот продавать то есть чуде дали а так уже ну я вернулась уже домой аллочка меня привезла вот такой вот выдался день ездили мерили туфли алла там тоже на своем канале много что примеряла она заказывала вещи в магазине купивип точка ру вот ну я тоже померила туфельки я уже в трансляции вам показалось что я все-таки приобрела потому что они мне понравились но я так считаю что к 60 годам я могу позволить себе приобрести такие туфли тем более они были с большой большой скидкой ну вы сами видели я специально увеличила на видео ценник вот очень приятно было общение с вероникой так немножко посмеяли пошутились пошутили ироничные мы с ней люди хорошая девчонка добрая не устану этого повторять я не знаю что вы там видите в инстаграм ребята некоторые из вас видите я это пропускаю мимо ушей вот и мимо глаз я как-то привыкла может быть даже не оценивать а видеть человека такого каков он со мной как он общается со мной ну а что каждый судит как говорится по себе вот ну в общем я по себе и оцениваю веронику для меня она хорошая девчонка позитивная веселая с прекрасным чувством юмора с прекрасным чувством самоиронии вот алочка тоже к ней хорошо относится вы это видели пошутили посмеялись еще немножко ехали в машине поговорили про веронику хорошая девочка нам нравится вот а на этом все наступил вечер я хочу с вами попрощаться завтра будет новый день и будет новый влог а а сейчас а сейчас уже хочется идти отдыхать всем всем вам мои хорошие спокойной ночи хороших снов кто-то звонит похоже это звонит вероничка спокойной ночи ребята